Всем хорошего дня, с вами самоостройщик Лёха, и сегодня я расскажу, как я полностью сделал крышу. В этом ролике будет показано весь монтаж крыши от Морлата до покрытия железом. И в конце также будет представлена смета и время, сколько потратил на данную крышу. Погнали! Да, кстати, лестница, которая только что упала, никого не убила. Ну а начало любой крыши, естественно, начинается с поднятия всего содержимого на саму будущую крышу. А в данном случае я начинал поднимать Мурлат, а именно бруски 15 на 10, то есть 100 на 150. Вручную, так манипулятор стоит дороговато. А я стараюсь делать бюджетненько по мере физических возможностей. Подымал таким нехитрым способом. То есть сначала опирая, потом вынимая. Сухие доски, весь значительно легче, чем сырые. Где-то килограмм, ну 40. Из-за того, что это были габариты большие, было неудобно. Мурлат собирал вот таким нахлёстом, а нужно было вот таким. То есть не косым, а прямоугольным. Опять же, смотрелся по ютубу, нарвался не на того ютубера. Ну и об этом не будем. Итак, сначала я скреплял центральные балки, то есть не билал руку. Так, как вы видите, рядом стоит шпилька. С помощью специального насадки на дрель я углублял в доске отверстие, чтобы позже туда входила гайка. И уже в самом отверстии я ещё специально пробуривал сверлом M16 дыр, ну, отверстие по саму шпильку. Да, кстати, если у вас шпилька 16, то пробуривать нужно в 18, иначе вы поломаете доску. Откуда я знаю, я одну сломал. Так у нас будет контакт с бетоном, необходимая гидрозаляция. А чтобы она нигде не посочилась, так вы порвали гидрозаляцию, одеваю на шпильку. Вот она, наносим битум. Так, по столу нанесли битум, мы одеваем доску. Сначала нижнюю часть. Она, кстати, тяжёленькая, да. Вот, вот таким образом я поломал доску, пытаясь её в пятирку надеть. Да, кстати, вот тут две ошибки сразу. Доски между собой намазать битум не нужно. А перед тем, как надеть доску на шпильку, шпильку помазать битум было нужно. Я сделал всё наоборот. Поэтому, кто сейчас смотрит, возьмите на заметку. Ну, а теперь переворачиваем второй брусок и стыковываем. А чтобы не перепутать, видите, во втором бруске сверху углубление под шайбу и гайку. Чтоб потом можно было притянуть. А, ну вот тут, естественно, я уже догадался, что нужно железо, чтобы было защищено от ржавчиной коррозии. Я туда намазал битума, отобил туда шайбу и сверху тянул гайкой. Гайку затянул, так как не видно, когда она утонет. Я затянул просто уже, когда стык между досками стал, ну, буквально там, пару миллиметров. Ну, естественно, чтобы то есть не шаталось. Да, кстати, тот мне подсказал, что все болтовые соединения нужно либо заваривать, либо контрагать. Ну, извините, не знал. Ну, и гидрозоляцию, чтобы было красиво, стыкую степлером. Стыковать степлером нужно сбоку. Если простыкуетесь снизу, влага пойдет туда, именно в это отверстие. И чтобы шпильки не разъехались, да, как это, так сказать, не знаю, правильно, нет. Я еще их на стыке скрепил пластиной и гвоздями. Ну, часть гвоздями через желтым саморезом. Возвращаемся к боковым частям Маурлата. То есть туда будет, куда непосредственно ложится логик крыши. Просверливаю отверстие согласно шпилькам. И тут ничего сложного нет. По-хорошему, шпильки нужно было смазать битмом. Ладно, опустим. Рассказываем гидрозоляцию. Да, кстати, спасибо парню, который подсказал, что тут сейчас будет косичок. Гидрозоляция, ну, раскатал. То есть, молодец. Где, около шпильки, где отверстие, то есть это отверстие, которое я проделываю шпилькой гидрозоляцией, я смазал битому, влагами сочилось. Тоже молодец. Но нужно было положить уплотнитель. То есть под сам брусок нужно было еще положить сам уплотнитель. Или как он называется, не помню, забыл. Просто никто не подсказал. Ну, молодой парень не мог это узнать сам. А, как он говорит, читай снипы, инструкцию. Господи, там читать нужно просто годно было читать. Да какой там был. Дальше без... Как сказать, не смотрите. Дальше я одевал брус и потом на нем прыгал и танцевал. Я не стучал кувалдой по нему, чтобы не поломать, не погнуть шпильки. А чисто по помощи веса и вибрации утапливал. Естественно, мог сорваться и это видео вы никогда бы не увидели. Опять же, по незнанию, в стыке я стыковал в помощь битума. А почему я против вот такого косого стыка, вы сейчас увидите. Потому что сейчас будет боковая съемка. Одна часть легла в притирку, а вторая там полсантиметра от зазов. Поэтому лучше всего стыковать буквы FG, которое было в начале, в промежутке между этажами. Но тут-то уже, когда видно, так же я затягивал гайку и шпильку, пока гайка не утонет. Закончили мурлат. Продвигаемся дальше. Поднимаем доски для перекрытия. Растань между перекрытиями. Будем делать 58 сантиметров, чтобы потом положить тот утеплитель. Рискую здоровьем, опять же, как все подметили. Таскаю доски по балке. Балка толщиной 10 сантиметров. Не бойтесь, я не упал, иначе в этом ролике вы не увидели. Но так делать не нужно. Да и я, конечно, надел страховку, но кроме как за свой конец я бы не прицепил. В ночную смену, так как поднятие дело нелегкое, я всегда работал, до сих пор работаю. Размечаю доски. Там, где будет делаться будущий надрез 5 сантиметров, чтобы утопить доску в брус. Зачем это делал? Чтобы крыша, то есть вся крыша была одна, единая целиковой конструкция. Потому что если закрепить на уголок, стоит, мне кажется, не держаться не будет. С помощью обычной циркулярки я открутил там на 5 сантиметров, чтобы было в кубина. Сделал надпил. Надпил сделал, стамеской выбил. И вот так вот утопливал. Ну, кое-где, допустим, там миллиметр-два с первого раза не ложилось. Я с помощью молотка и кувалды через доску углублял. Вот такой стык. Скрепляю их дополнительными руками, то есть струбцинами китайскими. Теперь непосредственно две эти доски, нужно еще, коль как струбцинами, скрутить между собой. Делал это с помощью желтых саморезов. Не черных. Черные бы, думаю, сломались еще при закручивании. Так как доски не совсем еще высохли. Скрутил две доски. Они уже вперед-назад не планируются. И с двух сторон по бокам я их скреплял маленькими уголками. Они, по-моему, по 2,50. Ну, дешевенькими. Так нагрузки не будет, чтобы доски никуда не ездили. А передвигаемся к маурлату. И непосредственно, где маурлат и будут лаги, там нужно уже усиленные уголки. Одну часть лаги я креплю на усиленный уголок. А с той стороны, получается, где я сейчас нахожусь, я там не крепил. Потому что в будущем, вы увидите, там ляжет лага. И когда я буду скреплять лагу и эту доску перекрытия, я еще между собой их скреплю. А если бы я там положил уголок, в дальнейшем было бы невозможно. Поднимаем перекрытие, чтобы не мучиться и не бегать по тому, что я сейчас сколотил. Ну, тут комментировать даже нечего. Просто поднимаю доски. Таким нехитрым образом. Зато быстрым. Подняли доски, сделали настил. Необходимо поднять основные доски. То, из чего будут делаться лаги. Доски 50 на 200. Я думал, что они будут легенькие. Ну, как бы не так. Да, чтобы сразу было всем понятно, что здесь происходит. Смотрите, днем я работаю. Ну, и по выходным на стройке, а по будням на работе. А вечерами я делаю ту работу, которая не требует большого ума. То есть, поднял, подготовил, приготовил, зачистил, накрутил. То есть, то, что не требует точности. Вот как раз это вот сейчас подходит. Буквально всю ночь я поднимал доски. Закончили поднятие досок. Наступило утро. Необходимо монтировать конек. Как видите, сыро было. Дождь не давал мне прикурить. С вечера все подготовлено. И начнем. Для начала нарезал досточки. Длиной 30 сантиметров. На каждую стойку по 6 досок. Итого нужно было 18 дощечек. Дощечки между собой я сколотил 10 гвоздями, получается. И 10 желтыми саморезами. То есть, 3 гвоздя с одной стороны. 2 гвоздя с другой. 3 с одной, 3 с другой. И так поочередно. Вот таких заготовок у меня будет 6. Видите? Очень мощный. Теперь крепим сами стойки к самой центральной балке. Которая у меня 10 на 15. А сами стойки также 200 на 50. С помощью боковых я их прикручивал. То есть, наживлял, пока она стоит. И потом крепил к нижней части балку. Которая держится на шпильке. Сама доска давит на армопояс. Поэтому то, что продавит стену, я в принципе даже не волновался. Просверливал одновременно и доску, и балку перекрытия. И на 4 желтых самореза и 2 гвоздя с каждой стороны я крепил. То есть, я тут все просчитывал. Получается, 2 доски, которые то, что скрепил, маленькие. Они в сумме получаются 10 сантиметров. Как раз доска, которую я буду крепить, тоже 10 сантиметров. Теперь необходимо узнать, какого струня будет крыша. То есть, получается, я скрепил доску на один саморез по центру, чтобы доска спокойно ходила. То есть, ну, погиналась. Залез на импровизированную стоечку и подымал. Внизу стояли люди. То есть, жена и мамка моя. И показывали мне, как нормально. То есть, выше-ниже. Тут нужно выдать комбинацию между унесет ветром и не продавит крышу. Чем крыша выше, тем опаснее ветер. Тем крыша ниже, тем больше будет нести нагрузку. Поэтому я взял что-то среднее. Кому интересно, перекрытие получилось. Угол моей крыши 45-43 градуса. Ну, а теперь монтируем саму стойку. Все... Да, кстати, это сейчас будет очень немножко битумный выпуск. Все вот эти вот заготовки, их у меня, как вы помните, 9 штук, двойные. Я крепил к стойкам. Внизу, по центру и вверху. А эти две стойки 10 сантиметров получается вместе. Балка внизу тоже 10. Поэтому, в принципе, подгонять и что-то там подтесывать было не нужно. Получалось ровно и четко. Как только наживил на струбцины эти заготовки, я скреплял их саморезами желтыми и гвоздями. То есть, использовал комбинированный способ крепления. На будущее буду знать, что нужны глухари. А так, в принципе, я справился с помощью гвоздей и желтых саморезов. После того, как я закрепил внизу, по центру и вверху заготовки, по три каждых на стойку, и того 9, необходимо было прикрепить еще вторую часть этой стойки. То есть, туда, куда ляжет конек. Так же все смазал битумом. У меня все было прям в битуме. Так же с помощью стамески я прикрепил. Но тут тоже можно было, в принципе, давить с одной стороны и загонять гвозди и желтые саморезы. Тут, в принципе, особо труда не было. Да, кстати, эти все стойки я скрепил за один вечер. Итог вечерней работы вы сейчас видите. Все стойки на одной высоте, на одном уровне. Тут я уже пользовал тока гидроуровнем. Скрепил несъемного козла, чтобы можно было беспрекрасно, без труда, и с большой нагрузкой на нем прыгать. Если бы тут переносной козел, скорее всего, он бы упал. Ну и теперь осталось простенькое. Это поднять доски. Те же самые 200 на 50. И уже сконструировать сам конек. С одной стороны у меня вылет был по коньку полметра, а с другой лицевой стороны метр. Потому что в точек роликов я это не сказал. Улыблял их помощью молотка. Как это делать, это нужно было через доску. По стволке доски положил. Я прикрутил эти доски с помощью гвоздей и саморезов самой стойки. И с помощью пластины я еще скрепил их между собой. Поэтому мой конек никуда не денется. Но почему-то мне показалось этого мало. И я еще потом сами доски на протяжении где-то 30-40 сантиметров друг от друга еще прокрутил их саморезами и гвоздями. Ну, об этом сейчас тоже расскажу. Смотрите. Закончил. Наживил желтые саморезы на протяжении всей доски. Да, кстати, с двух сторон. И потом скрутил, скрепил. Зачем это сделал? Мне подсказали, во-первых, что две доски 50 на 200 и одна доска 10 на 200 могут выдерживать разные нагрузки. Но только поэтому. И к тому же так было проще. Ну, а теперь наживляем лаги. То есть сейчас буду производить монтаж самих лаг. Накид лаги на конек. Поднимаюсь, зажимаю все струбциной. Чтобы доски не разъехались. Далее беру непосредственно сам мерничек заготовленный вот такой 50 на 50 и отмечаю верхнюю точку обычным карандашом. Да, кстати, при себе нужны три карандаша. Два из них, будься на первом этаже, поверьте. Лучше вообще гвоздем. И с помощью уголка делаем вторую разметку, чтобы был ровный уголок. Делаем такую разметку, получается, одним и тем же мерником вверху и одним и тем же мерником около маурлата. Вот видите, если бы я там сделал уголок, то сейчас бы вплотную лага бы не легла к перекрытию. И было бы неудобно сейчас это делать. Крепить. Ну, в принципе, разметили. Теперь необходимо всю эту лагу открепить от конька. То есть ослабить струбцину. Спустить все это. Ну и с помощью пилы либо лобзика вырезать. Поэтому поначалу я начинал по одной. Понял, что это в принципе долго. Я уже делал потом по три. С помощью лобзика обычного китайского вырезаю такие уголки. Можно пилой. Кто-то говорил, циркуляркой. Не знаю, циркуляркой не умею так ровно вырезать. У меня лобзиком-то получалось криво, потому что пил как-то на бок уходит. Поэтому мне, в принципе, это тоже хватило. Бегаем по всей крыше. Вырезаем все по центру. Потом слева внизу. Потом справа внизу. После того, как мы закончили, это невеселое дело. Вырезали мы эти уголки. Возвращаемся обратно. Лаги снова ставим на конек, на мурлат. И теперь они должны уже сами вставать в пазы. Да, кстати, начинал я крышу от центральной лаги. А потом от них уже с помощью линейки 58 сантиметров я плясал. То есть, сколько были лаги и перекрытия, столько же лаги и крыши на одинаковом расстоянии. Переворачиваем. Получилось, в принципе, неплохо. По уголку отмечаю верхнюю точку. А над верхней точкой я сейчас буду проделать отверстие с помощью двери. То есть, бурить. И эти доски еще будут скреплять шпилькой. Да, кстати, ребята подсказали мне вот недавно, что нужно было пилить прям в полосу. Тогда бы я, получается, бы с шайбой еще бы стягивал сам уголок. Но спасибо, конечно, за помощь. На будущее буду знать. Не знаю почему, я до этого не додумался. А, я, получается, сделал немножко по фэн-шую. Я делал немножко повыше, брал шпильку, две шайбы, две гайки. Стягивал. Так же, пока шайба с каждой стороны не утонет. Ну, а потом уже, когда было все готово, ослабляем после этого струбцина уже. Сейчас даже, скажу, никуда не денутся. Находим, получается, расстояние 50-80 метров от предыдущей лаги. Вверху и внизу. Ну, и теперь уже можно, в принципе, ставить уголочек. Да, кстати, обратите внимание. Уголок хорошо подходит под шпильку. Если бы сделала шайба пониже, можно было, в принципе, шайбой еще и уголок вдавить в эту влагу. Ну, вот так красиво помечалось, в принципе. Как только я закончил, в принципе, точнее, закончил все лаги, я скрепил вверху лаги еще дополнительно тремя саморезами, чтобы лаги, получается... Ну, я знаю, что никуда не уйдет их держать шпилька, но будет какое-то движение, чтобы они не выли уголок. Поэтому желтые саморезы с одной стороны, я их вот так вот и наживлял. Ну, возможно, это лишнее, но 3 самореза, в принципе, нет, сколько там, 22 лаги, это 60 саморезов, думаю, это немного. Ну, а теперь крепим сам уголок. Использую также комбинированный способ крепления, то есть желтые саморезы, 3 штуки вверху и 3 внизу, и также гвозди, 3 вверху, 3 внизу. На будущее, я знаю, вы мне сказали, нужно использовать глухари. Спасибо, я прислушаюсь. Как только дострою этот дом, уже буду подумать о втором, я уже исправлюсь. Вот так мощно выглядит уголок усиленный. Да, кстати, лаг в зажиме с двух сторон уголками, на шпильку и между собой 3 самореза. Так что лага никуда не уедет, если только не упадет сам конек. Внизу скрепляем то же самое. Как помните, я говорил, что я скрепил только с одной стороны уголок. Теперь я скреплял с другой стороны, и лаги между собой тоже скреплял еще с саморезами желтыми. Таким образом, Маурлад держит и стропила, и саму брешетку. Ну и все. Теперь необходимо спилить лишние торчащие кусочки с крыши. Ну тут, думаю, на этом заостряться не будем. Опускаемся ниже. Переходим к подпоркам. Где-то на 3 пятых крыше, то есть отсюда тканька от 3 пятых, я делал подпорки. Прикручивал одну доску на две доски на протяжении всех лаг, чтобы разбить часть нагрузки. Эта доска находится прям параллельно проходящей лаги. Зеленый. Помните, я их крепил 5 штук? Два мурлата и три по центру. На одной стоят конек, а две других, получается, будут держать часть нагрузки на себя. Сразу поясню, почему доска не идеально под лагой. Потому что если положить идеально под лагой, то сама доска будет вставать и давить не на брусок, а на перекрытие. А этого делать не стал. То есть, лепить хоть бы что. То есть, в принципе, такой вариант не рассматривал. Также дело мощное. Получалось, что лага прицеплена к доске. Доска прицеплена к этой стойке, а стойка уже прицеплена к бруску. Получил, что часть нагрузки лага передает на доску. Доска берет часть на себя, деформируется и отдает часть нагрузки на стойке. И стойке уже оставшую нагрузку возвращают часть на перекрытие и часть на брусок. Таким образом, как бы ты назвать по-русски, брусок, этот 10 на 15, держит не всю, а часть после нагрузки, то есть, часть остаточной нагрузки, которая передала нагрузочная крыша. лаги, ну и теперь необходимо сделать контр сцепление. Не помню, как это называется, не буду вас обманывать. В общем, вверху лаги стянуты шпилькой и саморезами и уголками. И теперь нужно немножко отступить, желательно под коньком я сделал это на 10 сантиметров, чуть больше своего роста. Скрепил лаги между собой досками 50 на 150. Двумя досками с помощью шпилек и гвоздей. То есть, теперь то, что моя крыша не разъедется, не уедет и выдержит большой поток снега, я уверен. Возможно, это немножко дороговато вышло, но я, в принципе, именно такой вариант с самого начала рассчитывал. То есть, по-другому я даже не рассматривал. Кто видит ошибку, кто не видит ошибку, сразу скажу. Шпильку нужно было измазать сбитыми. Ну, а теперь еще добавляем четыре гвоздя. Шпилька хорошо, а с гвоздями вообще супер. Все, таким образом получилось очень мощно и крепко. Так, переход. Теперь покрываем все это антисептиком. Как видите, где мурлат, где непосредственно будет сырость-отлив, я там покрылся битумом весь конек и метр где-то лаги. А сверху перекрытие, конек, лаги, стяжки, уголки все покрыл невымываемым антисептиком. Теперь необходимо было скрепить пароизоляцию или гидроизоляцию, не помню. В общем, на упаковке написано, что это покрытие можно использовать как вторую крышу. В общем, изоляция под для холодного чердака. Монтаж таков. Сначала кидаем по лагам этот материал, то есть ветропарозащиты, не ошибаюсь. Сверху кидаем бруски 50 на 50, чтобы влага улетучивалась. Да, кстати, даже не представляете, насколько сложно было прикрутить стоя вот на этом брусочке 5-сантиметровым саморез через брусок влагу. Приходилось давить всем весом, чтобы загнать этот саморез туда. Почему начал не сначала, почему что-то середина никому непонятно, объясняю. А чтобы стоять на чем-то, сначала нужно было начать с конца. Получилось, что там я кидал ветрозащиту, вложил эти бруски, крепил их, а потом к ним крепил уже обрешетку. Там было не до камеры, поэтому в принципе середина могу сказать второ самое. Сначала крепим ветроизоляцию, потом кидаем бруски 50-сантиметровые и потом делаем брешетку. Если же сразу всю крышу я планировал изначально, то есть не зная, думал, сейчас покрою все пароизоляцией, накидаю брусков, а вот вопрос был, как я буду по этому всему лазить и крепить обрешетку. Ну, позже узнал, как. Все делается поэтапно. Брусочек отпилен, померен ровно по шагу металлического железа, то есть листа. Там был шаг 25-25 сантиметров. Это значит брусочек не 25 сантиметров, а 20. Потому что если смотрите вы получаете брусок 20 плюс 5 сантиметров выходит прямо на центр обрешетки. Дальше от центра до верхней позиции еще плюс 5 сантиметров, и брусок 20 получает опять 25. То есть если брусок сделать 25 сантиметров, 20 если у вас шаг будет 25 сантиметров железа то в концу к верху крыши уедете это я кстати во время узнал на форме прочитал интернете ну вот поднимаемся подошли мы почти уже по самый верх вот уже напилил маленькие кусочки чтобы подогнать по крыше натянута нитка это идеально с идеальный центр крыши эти брусочки вот мы подходят к нитке есть конец центра крыши ну и теперь наконец-то уже поднял все доски обрешетки перекрытие и получается накрывая пароизоляции ветра пароизоляции и ветро изоляции последний лоскуток получается тут уже слезать вы будете не через отверстие а уже по лестнице это уже получается последний этап когда я уже то есть залез уже не слезал то есть получилось предфинальный этап крыши поднял прозоряться сколотил все за лишь по лестнице оставалось тока железо но кто смотрел помнит к сожалению в момент когда крепил железо мне этого не сохранилось но камера упала разбилась уже не было никогда с ребенком было а я непосредственно был на самой крыше я тот кто крепил в действии поэтому видите было не до съемок в эту цену я вам сейчас расскажу сколько но не ушло это все времени и денег и так поехали и так давайте теперь посчитаем во что во сколько стала мне эта крыша также будет два ценника свои силы и силы чужих людей и так доски на всю крышу 134 тысячи металл кровлю мне получается толщина металла 05 то есть не самая дешевая но не самая дорогая сам металл получилось 60 тысяч рублей но так как мне нужны были сразу и конек и уголки то есть боковые и отливы в общем поэтому считаем все сразу 80 тысяч рублей далее сюда идет у нас антисептик 5000 рублей также дойдет пароизоляция которая была показана это 5000 рублей шпильки гайки болты около 6 тысяч рублей потому что м16 14 сутки дорогие так как налоги на молод на армопояс и нас сами узлы скрепления общем ушло немало ну и конечно же чуть не пропустили это гвозди золотые саморезы уголки все это даже это еще плюс 10 тысяч рублей вот видите итог если взять компанию а мы брать не будем в общем если взять людей которые предлагали свои услуги то есть парень твой материал наша работа минимум за такую крышу дома 10 на 10 мне предлагали взяться за 200 тысяч рублей ну вывод делать вам я свою крышу забрал сам был самоостройщик лёха всем хорошего дня пока пока увидим сами ровно через неделю